Наверняка все слышали легенду о драконах. Следы этих гигантских летающих рептилий есть в эпосах всех народов Земли. Можно как угодно относиться к достоверности этих эпосов или причинах, по которым драконы появляются в них, но факт того, что это явление присутствует во всех преданиях, наводит на определенные мысли. Может, драконы действительно существовали? Интересен тот факт, что об этих существах писали люди, которые имели достаточно весомый авторитет в научном мире, на трудах которых базируются те или иные фундаментальные знания. Первым ученым, упоминающим о драконах, был отец истории Геродот Галикарнаский, автор первого документального труда по истории древнего мира – Истариона. А это ни много ни мало целых 11 томов, информация из которых лежит в основе истории Древней Греции, Египта и Осирии. Помимо прочего, он в своем произведении описывает летающее существо с когтистыми лапами и огромной пастью, длиною несколько десятков метров, обитающее на южных берегах Скифского царства. Почему мы, принимая правдивость Истариона, как факт, сомневаемся в другой информации, предоставляемой Геродотом? Драконы, как представители животного мира, также упоминаются в трудах таких историков и зоологов прошлого, как Тацит, Кассий, Сикфусон, Таранеце и многих других. Настоящий драконий бум начался с появлением археологии и имеющей с ней очень много общих черт палеонтологии. То и дело в разных местах находят окаменевшие останки самых разнообразных живых существ, которые не вписываются в общепринятые системы классификации живых организмов, существование которых так или иначе доказано. Примерно треть найденных окаменелостей тех же динозавров не подходит ни к одному из уже ранее найденных видов. Что же это были за существа? Какова была их биология? Некоторые ученые выдвигают свои теории по строению и физиологии организмов, подходящих под описание драконов. Начнем с главной их особенности – способности извергать огонь. Из всех относительно простых способов сделать это подходит только один – сгорание газа воздушной струи под давлением. В качестве газа использовался водород или метан. Выработка этого газа в организме дракона могла осуществляться либо при помощи бактерий, его синтезирующих, либо химическим способом. В качестве химического способа может быть рассмотрена реакция какого-то химического вещества с желудочной кислотой дракона, при которой выделяется водород. Водород, который производился бы в желудке или где-либо еще, должен был размещаться в специальных пузырях, наподобие плавательных пузырей у рыб. Поджигаться газ мог при помощи какого-то специфического органа, вырабатывающего искру. Существуют же электрические скаты и сомы, генерирующие напряжение до 1000 вольт в своем теле. Мало того, их размеры относительно невелики. Таким образом, можно предположить, что в теле дракона располагалось достаточное количество батарей для создания напряжения, необходимого для искры. В ротовой полости дракон снабжен пластинами и имеет ложное небо в глотке, в точности как у крокодила, для того, чтобы огонь не попадал внутрь. У драконов были легкие и прочные трубчатые кости и относительно большое сердце, необходимое для обильного питания кислородом мышц, задействованных в полете. При этом водород и метан, вырабатывающиеся внутри тела дракона, были легче воздуха, и сохраняющиеся внутри специальных газовых мешков позволяли несколько облегчить полет. Как видим, с точки зрения зоологии нет никаких препятствий в возможности существования подобных созданий. Остается ответить только на два вопроса. Могли ли эти существа дожить до момента появления первых людей и куда они исчезли? Ответ на первый вопрос очевиден. Очень даже могли. Имея такой арсенал в своем распоряжении, эти хищники обладали огромным преимуществом перед другими видами животных, и вымирание от естественных причин им точно уж не грозило. Даже если рассмотреть теорию о том, что им были нужны особенные условия окружающей среды, например, температура, то здесь проблем никаких нет. В случае появления в какой-то местности неблагоприятных условий, драконы могли банально перелететь в другие, более удобные для них места. А вот со вторым вопросом все несколько сложнее. Если следовать логике и законам выживания на нашей планете, единственной причиной исчезновения драконов могло быть только одно – человечество. Скорее всего, наши предки и были теми, кто положил конец существованию драконов. Именно драконоборцы были ключевыми героями многих преданий. Персей, Беовульф, Ланселот, Добрыня Никитич и другие. Не исключено, что где-то все еще сохранились последние представители этих гигантов. Несмотря на практически полный контроль нашей планеты человечеством, остаются еще нетронутые места природы, куда человек заходит крайне редко. Кроме того, по всему миру с регулярным постоянством находят останки странных существ, так или иначе похожих на мифических летающих ящеров. А как вы считаете, существовали ли драконы на самом деле? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.